Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня большой 20-й праздник Вознесения Господа и Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, который всегда приходится в 40-й день по Пасхе, всегда приходится на четверг, разные только числа бывают в зависимости от праздника Пасхи. И вчера был тоже праздник для нас, вчера в последний раз мы совершили полным чином пасхальное богослужение и было отдание праздника Пасхи. Самый большой праздничный ряд по количеству календарных дней занимает этот праздник величайший 40 дней и после него сразу праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. «Вознесся и во славе Христе Божий наш, радость сотворил учеников своим обетованием Святаго Духа». Такие слова мы сегодня слышали в тропаре праздника, который говорит нам о том, собственно говоря, о чем и повествует сегодняшняя Евангелие апостола-евангелиста Руки, последняя Евангелие, где говорится о последней встрече Спасителя со своими учениками. Тогда он пришел к ним, сказал им свои слова, которые всегда говорил при встрече с ними, мир вам, и наполнил им кратко все те события, которые произошли. И очевидно, что именно так и должно было завершиться земное прегувание Спасителя. Здесь, на земле, последнюю встречу с учениками, и завершиться именно так, чтобы они видели, что Господь вознесся на небо и вознесся вместе с той плотью, которая воскресла и стала обладать новыми свойствами и качествами. И вот это событие произошло пред глазами всех учеников. Не только апостолы-евангелист Лука не уповествуют, но также мы сегодня слышали книгу «Деяния апостольских», первую главу, первое зачало, которая читается и пасхальную ночь. И она нам говорит о том, что событие-то было тоже им известно, и все ученики были собраны вместе. И когда они пошли вместе и вышли из Лифании, то Господь сказал им о том, что бы они были вместе, собирались и сдали сошествие Святого Духа в граде Святом Иерусалиме, который Он им не смошлет, и который даст им новую силу, мощь и власть для того, чтобы заняться просвещением Евангелия всей мира, всего мира, от конца в конец, всей вселенной, как сказал Господь. И вот именно после праздника Вознесения, в течение 10 дней, до праздника Святой Троицы, который мы празднуем через воскресный день, 19 июня, святые апостолы пребывали вместе в гостей и молитве и ждали того, чего они не понимали, может быть, до конца, но то великое чудо, которое совершилось, это сошествие Святого Духа на апостоле. И которое было обещано Спасителем перед Его Вознесением. И вот когда были произнесены эти слова Спасителя о том, что ждите Святого Духа, который Бог Отец не спошлет на вас, то в это самое время Господь, видимым образом, вознесся на небо, и когда возносился, то благословлял стоящих на земле учеников. И после того, как Он вознесся на небо и покрылся облаками, они стояли, подняв голову вверх и не могли понять, как же такое великое чудо произошло. И являются им два ангела, и об этом происходит книга Деяния апостольских, в которой говорят, «Мужи, что вы стоите и смотрите, все Господь, который вознесся от вас на небо, идите и ожидайте встречи с Ним». И вот эти слова для каждого христианина являются как бы заповедными в том, что каждый из нас ожидает своей встречи воскресшего Господа, не только те, кто доживут до его второго пришествия, до его страшного суда, но и те, которые в тот или иной момент времени переступают порог в жизни своей и переходят в мир вечный, то они, верующие велики, конечно же, встречаются с воскресшим Спасителем и соединяются с Ним плотью и кровью, «Ибо Господь наше тленное грешное тело вознес на небо, и это тленное грешное тело пребывает теперь в небе Пресвятой Троице и пребывает там из начала и до конца того, пока будут существовать все человечество здесь на земле». Я хотел бы вам привести пример одного исповедника, Максима Исповедника, который говорит об этом событии и говорит также о том, что каждый человек изнутри должен почувствовать те изменения, которые у него происходят, дабы он соединиться с Христом. Он говорит следующее. «Бог всегда хочет стать человеком тех, кто этого достоин. Пусть тысячу раз Христос рождается в Ифлиеме. Если Он не родился в тебе, ты погиб в вечности. Пусть тысячу раз воскресает Его невозносно на небо. Если ты не причастен к этой тани, ты по-прежнему земля, и в землю, в глубину ее, которую у святых отцов называется Адом, Атыдом». Это говорит о нам о том, что Бог сошел на землю для того, чтобы человек стал подобен Богу, чтобы человек стал Богом. К сожалению, совершенно не так развивалось человечество, не по тому пути. Очень часто до сегодняшнего времени многие-многие из людей в течении учений думают о том, что венец творения человек является Богом, и ему все позволено, и ему все возможно. Но, к сожалению, этот путь далеко греховен, либо он приводит, либо просто в скотском положении человека, когда все его пожелания, радость жизни сводятся только к материальному благополучию и материальному процветанию. Если такового нет, то нет как бы и счастья на земле, и тем более нет никакой вечной жизни, о которой мы все с вами говорим. А второй путь людей, которые встают на ложный путь духовного совершенства, иначе говоря, занимаются магией, или черной, или белой, или какой-то другой. Но, тем не менее, занятие это тоже приводит к погибели души, ибо они тоже выходят в определенные атмосферы, но, к сожалению, в ту атмосферу неба они выходят, где наши души проходят с вами хатарство, и где предстоят злые духи. И, конечно же, они не находят до истинного неба, до неба Пресвятой Троицы, где и пребывает наш Господь Иисус Христос. И эти люди также, к сожалению, гибнут и достигают того, чего, казалось бы, они хотели достичь, занимаясь всеми этими делами. И вот образец Вознесения Спасителя, его пример показывает как раз для нас, живущих здесь, людей на земле, что все человеку возможно, но возможно только при помощи Божьей и при исполнении всех тех заповедей, которые Он на каждую из нас налагает. Если мы этого делать не будем, то, конечно же, не достигнем той радости вечной жизни, о которой говорит нам Христос, и которую Он нам сегодня показал своим славным Вознесением. И в Кандаке празднике есть такие слова «Кто же против нас? Аз есть с вами, и никто же на вы». Эти слова нам говорят еще и еще раз о том, что Господь всегда пребывает с нами, и кто может нас победить, или кто может нас ломать, если с нами Господь, и Господь нами управляет. И вся человеческая история показывает нам о том, что те люди, с которыми был Бог, они остаются непобедимы, может быть, они и претерпевают мученические кончины, мученические страдания, но они прославляются в Боге, и эта евангельская правда живет из века в век, и не погибнет во век, поскольку врата адовы не могут одолеть силу Божию. Аминь. Всех вас благодарю с сегодняшней совместной молитвой, в которой мы вознесли праздник Вознесения Господня. Теперь начинаются дни подготовки к празднику Святой Троицы, следующий воскресный день – обычное богослужение, а накануне Троицкой – Троица, 19-го числа в субботу, Троицкая родительская суббота, особое поминовение усопших, которое мы совершаем всегда пред праздником Троицы. Ну и в самый День Троицы впервые будут прочитаны коленопреклонные молитвы. В течение 50 дней после Пасхи мы с вами не совершали, если вы заметили, не совершали поклоны, не преклонялись своих домашних молитв пред Престолом, пред Святыми Дарами. Эта просто та цепь отлагается, и вот начиная с праздника Пятидесятницы можно будет совершать поклоны, и впервые мы совершим эти коленопреклонные молитвы. Для многих начались периоды отпусков, продолжаются еще периоды экзаменов, которые уже достигли, мне кажется, экватора. Поэтому всем желаю милости и помощи Божьей в несении этих ваших нелегких труб. Песня «Святого Духа» 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 И священным и высшим благословением. Я, Боже, ты, Сын Божий, Измолитель мира. И священным и высшим благословением. 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 И священным и высшим благословением.